Рядовая поездка чуть не обернулась трагедией. На дороге возле Ставрополя загорелся автобус, который перевозил воспитанников школы-интерната. Эта тема открыла сегодня еженедельную планерку губернатора региона. Кто виноват в случившемся и как проявили себя в экстренной ситуации воспитатели? Александр Григоров изучил подробности происшествия. Еженедельную планерку губернатор начал с громкого случая, который произошел в это воскресенье. Автобус, перевозивший 19 воспитанников интерната, загорелся недалеко от краевого центра. К счастью, никто из детей не пострадал. Во многом, благодаря своевременным действиям взрослых. К примеру, директор покинула транспорт только после того, как эвакуировали последнего ребенка. Обязательно наградить, обязательно пригласить ко мне, чтобы я тоже с ней пообщался. Но саму ситуацию с автобусом нужно прояснить. Теперь следователям предстоит выяснить, кто виноват и можно ли было предотвратить инцидент. Обсудили на планерке и взрыв жилого дома в Волгограде. Чтобы подобного не повторилось на Ставрополье, министерство ЖКХ в ближайшее время проверит многоквартирные дома региона. И если кто-то думает, что кто-то от этого застрахован, никто от этого не застрахован. Понятно? Это ваша работа. До Нового года, чтобы все эти работы были проведены. Повышенные меры безопасности ждут ставропольцев и в новогоднюю ночь. Кстати, праздником жители региона поделились и с юными жителями ДНР и ЛНР. 68 тонн продовольствия и почти полторы тысячи подарков уже скоро отправятся в путешествия в Донецк и Луганск. Вся гуманитарная помощь 21 декабря сегодня будет доставлена в Ростов-на-Дону, в Донской спасательный центр МЧС. И дальше передана детям Донецкой и Луганской народной республики. Это наш новогодний подарок этим деткам. Завершилась планерка незапланированным докладом. Перед собравшимися выступил один из лидеров общественной организации КМВ «Территория жизни». Али Мурат Розуев и другие активисты регулярно проводят акции против свободной продажи запрещенных лекарств. Им уже удалось закрыть несколько нечистых на руку аптек. И уже это дошло до полпреда, дошло до губернатора. Вы сами видите, на каком уровне эта проблема обсуждается. То есть, я думаю, это уже результат. И мы просто не собираемся останавливаться. Мы если взяли за дело, мы будем доводить его до конца. Со стороны государства глава края пообещал оказывать активистам всестороннюю поддержку. И мы будем поддерживать все эти общественные акции. Спасибо. Однозначно. А ваша задача, моя задача, Ирина Владимировна, ваша задача настроить работу так, чтобы в этой аптеке ничем не торговалось. По словам активистов, если такое взаимодействие наладит, то аптечную наркоманию в регионе совсем скоро удастся окончательно искоренить. Александр Григоров, Николай Попов, Ставропольское телевидение.